Привет, ребята! Это Маша! Сегодня мы заканчиваем тему артиклей. Не волнуйтесь, осталось совсем немножечко. Вы готовы? Поехали! On va! Итак, вы уже знаете, что во французском языке есть артикли Defini, Defini, Contraté, а также Артикль партитив, частичный артикль. Артикль партитив употребляется существительным, который, ну, невозможно, ну, как сказать, невозможно, нельзя посчитать. Например, чай, кофе, соль, сахар, чай и так далее. А также артикль партитив употребляется с абстрактными понятиями. Например, счастье, любовь и так далее. Посмотрите на форме частичного артикля. «Дю» для существительных мужского рода. «Je bois du thé». «Я пью чай». «Дю ла» для существительных женского рода. «Она ест салат». «Дю ла» для существительных, начинающихся с гласной или немого «h». «Ты bois du l'eau». «Ты пьешь воду». Частичная артика обозначает, что вы хотите взять маленькую часть из большого предмета или из чего-то. Например, «Je prends du thé». «Я пью чай». «Ну, я же пью маленькую часть всего чая». «Я же не пью весь чай». «Я только пью маленькую часть этого чая». А если мы скажем вот так, «Je prends le thé», то это получится, что люди подумают, что ты пьешь весь чай мира. Всего мира, вот все, что, какой чай есть, например, в Китае, в любых странах, все. Еще один пример со словом «шоколад». «Je bois шоколад». Это значит, что я люблю шоколад во всем мире. В Астралии, в Англии, в Европе, во всем-всем-всем мире. А если я скажу «Je bois du thé», перевод того такой. «Я ем шоколад», то это значит, что я ем одну маленькую часть всего шоколада. Итак, запомните. Мы используем частичный артикль перед существительным, обозначающим вещество, когда не указано количество этого вещества. «Je j'ai acheté du beurre, du pain et de la farine». «Я купила масло, хлеба и муки». «Avez-vous de l'argent?» «У вас есть деньги?» А еще мы используем частичный артикль, если мы говорим о части чего-то. «C'est quoi cette tache?» «C'est de l'angre». «Что это за пятно?» «Это чернила». «C'est quoi ce morceau?» «C'est du choupin?» «Это Chopin». Перед существительным, выражающим абстрактное существительное, например, смелость, décoache, терпение, de la patience. «C'est-à-dire du courage, de la patience et de la modestie». «У этого человека есть смелость, терпение и скромность». «Когда мы говорим о природных явлениях, обычно в сочетаниях с глаголами avoir и faire». «Il fait du vent?» «Ветрено». «Если мы говорим о занятии чем-либо с глаголом faire». «Il fait du sport?» «Он занимается спортом». «Il fait de la musique?» «Он занимается музыкой». «После глагола в отрицательной форме частичный артикль меняется на предлог de», например, «Je ne pas, tu ne pas». «Я не купила хлеб». А теперь давайте рассмотрим на одном примере употребление артикля. Возьмем что-то, что можно съесть. «J'aime le steak?» «Я люблю весь стейк во всем мире». «Achette du steak?» «Купи стейк». «Не знаю, сколько, но купи, сколько ты хочешь». «Pour steak?» «Возьми один стейк, одну штуку». «Melle steak au frigo?» «Положи стейк в холодильник». Возможно, мы уже об этом стейке говорили, и я его вижу на столе. Когда мы добавляем характеристику существительного, то мы используем неопределенный артикль. «J'achette un steak?» «Achette un gros steak?» «Я покупаю стейк. Один стейк». «Купи большой стейк». «Гро характеристика стейк». «Деусом грамм» «Desк wants» «Дю, Ду, Ду, Л, Д» «Ду, Ду yюнануна�, Де, они бы не говорили наBackе». «Деусом грамм' десукр». «Улитр десукр». «Улитр десукр». «Улитр десукр». «Улитр десукр». «Улитр десукр». «Беуку де фруй». Грубо говоря, если мы отвечаем на вопрос «что», мы употребляем частично артикль. Вы едете «что?», «хлеб» и «сыр». А если мы отвечаем на вопрос «сколько», то тогда просто «дю», «компье дю пен», «сон грамм дю пен», «сколько хлеба», «сто граммов хлеба», «арпы дю пен», «немного хлеба». Давайте сделаем маленькое упражнение. В паузах ставьте нужный артикль, а потом проверьте себя. В паузах экономика. Здесь много людей в двоих Wei सи. В паузах зверуководка будет много. В паузах犬 дороги в дворуа. Обрежьте много т кулак, чем в티 겁я. Субтитры делал DimaTorzok Ну что, тема артиклю закончена! Конечно, есть еще некоторые нюансы, но самое важное я вам рассказала. На сегодня это все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Встретимся в следующем видео. Увидимся в описании! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok